Ну что, дорогие друзья, PUBG Continental Series номер 3, а точнее групповая стадия, последний день, финальная карта у нас остается. Возвращаются на ваши экраны Михаил Ярмаш, Одескин. Ну что, готовы разделить участь? Ну мы-то готовы, понятно, я надеюсь и вы готовы разделить участь последних претендентов на топ-16. Все-таки борьба там нешуточная. 91 поинт на Апексах и шанс у них сохраняется. Апексы умеют играть в последнюю игру, Апексы умеют забирать поинты, если они угадают с кемпом, конечно же, выгодно себе заедут. И в дальнейшем шанс у них такой есть и предоставится. Они им воспользуются, так как мы видели это на закрытых квалификациях Европы, Западная Европа как раз-таки, как Апекс в последней карте, это умудрились сделать. Это, кстати, с фермы, в которой они размещались до последнего, пока позволяла зона на этой карте, которая у нас только-только закончилась. Ну и браво авторальт. Браво авторальт. Просто молодцы, что очки престижа набирают. Да, красавчики. Ну есть еще две карты, поэтому можно еще больше набрать. Могут техасских рейнджеров обогнать, могут... Да, еще две карты. Могут еще и Фенербахче догнать и обогнать. Да, могут и Апексов обогнать. Могут зайти в двадцатку лучших. Два топчика и очень-очень будет все. А что будет? А будет только 90, там, два топчика по 10. Не, на проходе речь уже идет, только если там какой-то грандиозный настрел 20 килов там в каждой карте, окей, но по-другому пройти возможности не будет. Ну как же вот частенько наши коллективы в последние дни, в последние игры просыпаются. Вот в инстрики, не буду я пенять на Михаила с твоей ставкой, как раз таки я в данном случае, скажем так, против наших коллективов, надеюсь, это не работает все же. Но вот работает то, что они просыпаются под самый-самый конец. И у винстриков еще сохраняется возможность, точнее, их шанс сейчас максимально приближен. 16-я позиция, 113 поинтов и только лишь Апексы, да, вот на дистанции до того, чтобы дотянуться. Вот Авторальд. Я не знаю, ну мотивация же должна быть, ну все есть, и хорошие стрелки, и опыт немаленький. Сколько мы уже квалификаций наблюдаем за ребятами? Жалко Рейдзю Рэдж, конечно, немножко. Ну или не немножко, а то что... Но это все Фейс Клан на самом деле. Ну, я думаю, что там комплекс проблем с Рейдзю Рэдж, что и Роман заболел, и Фейс Клан в последней карте. Ну, с другой стороны, должны были раньше набирать. То есть, на ротациях там некоторые проблемки... Так, давайте копнем в сторону все-таки альтов. Хочется посмотреть лучшего пояки на стрелу игрокам и худшего в команде вообще. Что это выглядит, как выглядит на данный момент. Здесь такая возможность, конечно. 70 поинтов у ребят есть. Соответственно, количество киллов там, учитывая топ и не самые лучшие позиции в целом. Это максимальные. Лучший и худший игрок, получается, у кого? Я понял. Это просто все подряды. Ну, по личной статистике, 5 киллов для Грэга, 7 для Гусяры. Хотя урона, ну, достаточно неплохо. И вот у нас Хибака с Данимоном. Ну, 6 киллов он оформил в предыдущей игре. Собственно, 13 было, было ровненько с Хибака. Теперь чуть уходит вперед. Кстати, у Хибака больше всех урона. Да, у Хибака больше всех урона. Но у Данимона она 6 киллов больше. Соответственно, выглядит... Ну, не выглядит как стил. Урон это все равно 4000. Я вообще просто понять не могу. Смотри, у него 22 нока и 19 киллов. Там 13 киллов и 15 ноков. Откуда урон у Хибака вообще? Ну, в смысле, как больше. То есть у них примерно одинаково, конечно. Но просто там на 7 ноков больше, на 6 киллов больше. То есть, видимо... Ну, киллы окей. Мог подворовать где-то, да, Данимон? Угу. Но Ноки-то он... Как? Тоже последнюю пулю всегда давал там. Оставался один хелспоинт, и он все время Ноки такие оформлял. Ну, в общем, ладно. Видимо, 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 так оно и есть. Ну, либо очень много стреляет по всем, кого видит, и просто душит. Во все стороны, как говорится, оппонента. Но при этом, к сожалению, до Нока это не доходило в большинстве случаев. Так, полетел самолет. Наконец-то он как-то отличается от предыдущих четырех. Потому что эти самолеты, которые просто южные, с легкой изменением направления, либо диагонали, были не самые комфортные. Да, это правый самолет, все-таки летит он с юга на север, через правую часть той же Сосновки, правую часть основной части материка. Но все-таки, все-таки чуть как-то иначе. Хотя всем ли командам понравится, сейчас мы с вами это узнаем. Авторальт с Амакинами отправляется в Ясную Поляну. Энсы улетели в сторону Северного. Конечно же, у нас пулапы забирают камешки, сталбер и окрестности. Винстрик, Липовка, также окрестности местные. Ну и зона плюс-минус, конечно же, напоминает одну из многих, которые мы уже видели, с частичкой Сосновки. Основная часть материка в приоритете. Да уж. Интересно, как винстрики решили в Липовку вообще полететь. Учитывая то, что до этого Мильта была, и близкий самолет достаточно был. А сейчас, получается, Липовку занимают, и тоже никто не контестует. Ну, Липовку я вообще не помню, кто из этих команд особо залетал на постоянке. Вот эти Геты в Мильту периодически падали. В Айлд Кэтс нету, Райзер Эдж нету. Кто там еще? Коллективы у нас могут падать на Мильту. Ситуативно либо постоянно. Винстрики. Они же же с Этигетами там дрались один раз. Ну, смотри, мы вспоминаем, как они дрались там с Этигетами, потеряли Вандерера, и тогда он был этим недоволен. И вообще, в целом, как бы не хотелось им эту драку вначале начинать. Поэтому, в принципе, Липовка очень выглядит гармонично, как решение. Вот. Даже вот, я не знаю, у меня вопроса такого нет, почему Липовка и почему нет. Не, мне большое интересует здесь, как они выбирали вот это во время полета. То есть, в прошлой игре, получается, Этигеты не прыгнули, сейчас прыгнули конкретно и выходили так, что, ну, безапелляционно Мильту забирают. То есть, не было там каких-то лютых полетов вокруг, никто не посматривал. Но, вот, я не успел посмотреть, как Винстрики выпрыгивали. Они смотрели Липовку именно, прыгает туда кто-то или нет, или тоже инста туда полетели. Так, ну, Вард у нас с Томмиганом решил мейнить, походу. Ну, и вообще, это СМ, видимо... Ага, Айра с Юмпом. А вот где ЦП-шки брать? Ну, окей. Оружие вы это взяли. Хотя вы двое на ЦП-шках. Можете друг другу там как-то более-менее поперекидывать. Но, тем не менее, ЦП-шек же не так много потом в лейтгеме. Единственное, что в какие-то компаунды, если занимать и там как-то подбирать, может быть, перекладывать из комнат в общую какую-то одну комнату, где находятся. То есть, как потом патроны пополнять, если ты какие-то файты провел? Ну, в принципе, вопрос риторический, и ответ никак. Ну, да-да-да. Будут забирать с трупов, что есть. Видишь, и ДБС отягают периодически. Поэтому тут парни развлекаются и как бы не отказывают себе ни в чем. Даже не задаются, скорее всего, даже такими вопросами, которые могут периодически нас волновать. Куитпа здесь достаточно агрессивно заезжает уже на позиции. Кстати, турки здесь очень часто любят находиться. В этих складках даже на переезде и даже как промежуточный либо постоянный спот на определенных кругах. Поехали у нас Ноден Лайтс на перекресток восточного моста в районе Сосновки. Батуллин находился на горе. Он там как раз-таки купол залутывал. Ну, у нас здесь заезжают, снова заезжают на ферму Апекс. И как же они все-таки ставят на эту ферму. И хотят, хотят они все-таки повтора. То, что они уже здесь разыгрывали и не раз. Ноден Лайтс направляется. Два игрока как минимум по мосту на основную часть материка. И Перфектикс также направляет за своими тиммейтами. Батуллин, ну, Саша на горе, как сегодня был вопрос. Скалолаз, любитель, начинающий. Да. Этигеты, кстати, по Апексам могут пострелять. Уже перестрелка начинается между этими двумя коллективами. Ну, и этигеты достаточно рано, по-моему, эту горку занимают. Потому что с деревяшек по ним могут неплохо так туннелить команды. Пока видим, тут Digital Athletic заезжает в турецкий компаунд. Он практически в центре находится. И опять у нас Bystanders через Западный мост. Поедут тоже на сплитскрине. Это можно видеть. Перемещаются винстрики из Липовки в сторону Бабочек. Едут там, а Макины находятся в Молочке. Ну, Шелтер пока свободен. Можно его попробовать занимать. Еще у нас Pull Up не в зоне. Энс не в зоне. И этим коллективом также нужно будет двигаться. Ну, потихоньку команды к центру набиваются, уплотняются. А вот этигеты решили сразу же пуш здесь организовать. Хибака там, тем временем, нокает емте. И забирает его сразу же минус один у Амакина. И настроены. Худпа просто мимо пробежал. Еще раз мимо пробежал. Айвала ФК? А-а-а-а. Нет, стоп. Это... Они у меня ФК, и главное, что он сейчас в дом зайдет. Интересно, он слышит его. Он как-то за сковородом стоял, в итоге заходит в дом. Он к Фореверу, и нокает Форевера будет его добить... Не добрал Форевера через Молик, только будет разыграть. Моликом не попал. Зато в Тендерлоста как-то зацепил. Тендерлост по чуть-чуть пригорает. Подходит сразу, будет поднимать своего тиммейта. Отступает Тендерлост, понимает, что нужно захиляться. Ну и попытка взорвать противник. Или просто что-то взорвать. Молик еще один прилетает от Айвола. Айвол живет. Тиммейты будут ли подходить или нет. Раскидывают, по крайней мере, Симси смоки по Айволу. Айвол откидывается максимально всеми ресурсами, которые у него есть. Ответочки прилетают под флешечку. Себе гранату закинул. Но он отступил, он понимает это. Он как бы почувствовал, видимо, что не пролетело. Молик накидывает на входящих его пушащих игроков. Ну и останавливает. Он, конечно же, игроков команды Этигет. Немножечко Вандер по люке срабатывает. Происходит это все на Доме культуры PUBG. Там еще и минус Ванти. Ванти тут же забирает Вандер. Отличный розыгрыш пока что. Ухой, Криэйтор. Сорвал люки. Общательно. Ну и десантируется молодой человек на Айволе. Как он живет? Сезор Бенц. Ой, там уничтожают просто пулапов у нас в Винстрике. В секунду это все происходит на Доме культуры. Винстрики с бабочек приехали и подъезжали сюда еще и пулапы с севера. Ой, Кеба, хорошо, что ты не забежал под эту машину. Тут, посмотри, какая симметричная ситуация. Винстрики в момент уничтожают, да, вот во время драки, которая здесь происходила, против одного Айвола. Винстрики уничтожают целый коллектив. Здесь ничего не смогли сделать эти геты, к сожалению. Ну, Шухер навели. Ой, какие хорошие хаехи перекрестные получились. Как говорится, ну, хорошо. Хорошо раскидывано. Овстринг тем временем, правда, получает урон. Кто там стреляет? Амакину. А стреляет Амакину. И Амакину очень широким сплитом достаточно находится. Подъезжает еще и Ноден Лайтс к позициям на ферме. Атлетики у нас разлучаются на горе. Форевер падает от Перфектикса. То, как раз таки, что я и озвучил. Подъехали ребятки из НЛТ. Ну и смотрим здесь дальнейшее противостояние. О, есть там попадание от Перфектикса под автомобиль. Забирает Форевер. Атлетики потратили здесь парни из этикет. Ну и остаются пока втроем. В нижней части фермы. И верхний Апекс. Так, Энс. Выходит на Вулкан. Под Вулканом находятся игроки команды Автораль. Там очень много прилетают, кстати, по Данимону. Слушай, ну и интересный сплит от Энс. Диггери находятся как раз таки в Воронках. Тигзу с Ростанмаром с Вулкана контролирует. Пытается своих оппонентов. И сейчас у нас будет прок зоны. Зона уходит на Тим Ликвид, Торнадо Энерджи, Натас Винсера, Бастендерс и ТСМ. Данные коллективы именно находятся ближе всего к центру нового безопасного круга. Атлетики на северо-восточном направлении, на краю Northern Lights, на юго-восточном направлении. Там же Апексы, там же Этигеты, там же Редлайны. В общем, сейчас начнется что-то интересное. Ну и кто-то поедет к нас, интересно ли, или нет. Да, наверное, не имеет уже смысла переезжать через нее, учитывая, что на зонуайтс проехали. Там Винстрики могут сейчас, кстати, 303-х встретить на ротации в разные стороны. Здесь разъезжаются, и будут ли останавливаться игроки этих коллективов? Нет, вроде проезжают мимо, 303-й из горочки достаточно быстро пролетают мимо игроков команды Винстрики, поедут на север, а вот Винстрики будут заходить с восточного направления в этот белый круг. Или, может быть, мы от них ротацию через Сосновку увидим. Хотя, конечно, вряд ли, но все может быть. Полетела Хаешка здесь, к Митреллиусу прилетает Хаешка. Урон там по меру пришел, Смэш уже рядом с гаражом, и прилетает и по Смэшу. Также вот Мелман тут в прыжке, это не может прочекать. А, Молик может. Хорош, Молик, классный прям. На спину Смэш, Смэш. Молик еще пострелял. Есть информация, что Смэш забежал. Мелман, отличная стрельба по кодмаркам. И Треллиус прибегает к своему тиммейту, будет попытка развеса или нет. Встречает его тут же, правда, Квизи. Ну и Квизи здесь урабатывает сразу двоих ног, как представители Digital Athletics. Ну и нужно, можно подпушить и забрать остальных. Но можно немножечко и притормозить. Тиммейты все-таки вдвоем находятся в стороне, и прикрытие лучше пока что они не смогут оказать. И вот о чем я и говорил, там ТСМ с горы привет передают. Ой, тут просто всю хату подпалили Атлетиком. Полетели что это? Хаешка полетела что ли? Да, Digital Athletics, но она такая не очень адресная на самом деле. Digital Athletics остается вдвоем. Ну и будут продолжать соседствовать. Авторальт у нас здесь ротацию совершает. Там фикс юмпа, она стреливает по этой ротации. Урон нанести не получается. Данимон там врезался. Продолжают вот нелить игроки команды ТСМ. А здесь Тимликет против Этигетов. Воюет в кемпе секреткой и прилетает неплохо по Хьюзу. Ну что, Джимс, будешь забегать в домик или будет контролировать как-то? Вот дверка была бы открытая. Конечно, по Тендерлосу можно было пострелять. Раскида больше нету. Фикс там продолжает. Еще и по 303-м накидывать. С картошки пытаются ТСМ и контролировать все позиции. 303-й приезжает у нас в позиции БТР-ов. Рядом с починками занимают для себя. В принципе, позиция выглядит достаточно неплохо. Но там еще игроки Амакин находятся, уже хаешки летят. Ну такая хаешка сама себя задоджила. Хаешка улетела в самое неподходящее место. Завернула за бетонным блоком и взорвалась. Не за бетонным, за ящиками. В общем, там чуть-чуть покоцала остальных. Ну и пэджу надо отступать. Тиммейты достаточно далеко в амбарках находятся. А тут 303-й. У них есть раскид. И можно получить очень неприятные сюрпризы. Подорваться, как говорится, на ровном месте. Не хотелось бы. Тем более в соло находится. Там игрок команды Амакин. Здесь он нам показывает тем временем драку против Ликвид и Этигетов. Этигеты избежали одну драку. Потеряли тиммейта. Приехали в новые позиции. Вроде бы занимают центр. И понятное дело, что может придется драться. Но тут не может. О-хо-хо-хо! Какой сюрприз! Моментально ломается дверь. И моментально почти отлетает все хп у игрока команды Этигет. Ну и зона. Слушай, амин с Риквиду реально через сосновку поехали. Все-таки увидели мейту ротацию. Единственное, что им нужно сейчас спешить и через мост, наверное, проезжать. Или будут они лодки брать? Если лодки будут брать, то Яхт Клуб, он уже на Зонлайт зарезервирован. Для себя полетели тут молики. Что-то тваря. Тимликвит. И там Тендерлост, по-моему, чудом выживает. Еще один молик прилетает. Не разгорится до Тендерлоста. Но выйти от Тендерлоста из позиции будет очень тяжело. Келвин разбивается. Спайро нокает интенза. Есть ответный нок по луу от Симси. Интенза забирает. Айвилу, а также перестреливает Спайро. И в спине у него бегает здесь Симси. Пытаются разбегать друг друга. Смотри, что делаем Спайро. Побирают Спайро. Ой, я рёк. 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 Нет, не получилось. Все-таки, а где тиммейты не хватает? Тиммейтов подходит. Подходят, ребятушки. Перфектикс близенько. Все еще в ноке все остальные тиммейты у Апексов. Заряжается Хаешка. Просто по инфе говорит. Китай на меня и не ошибешься. Под Спайро. Спайро должен давать информацию по Симси. К Симси прилетает Хаешка. Саракет с него оторвался. И Симси приходится отхиливаться. Спайро, кстати, можно будет попытаться поднять. И в наглую. Просто в наглую на морозе Перфектикс. Также нужен подъем для Лу. Батуллин так же плохо себя чувствует. Ай, добирает Батуллин. Он даже не дострелил с первого раза. Будет флешками зонить Симси. Ну и Перфектикс добирает Келвина. Ну что, зайдет на Батуллина. Здесь может быть уже размен. Он не рестал его? Не понял. Не видно. Просто не видно. Минус Батуллин. Отпустили там Силера. Надо разрезаться. Да, надо разрезаться и пробовать как-то отыгрывать. Смоков уже очень много здесь лежит. И если только вот под машину там как-то стрелять Симси. А он ее не видит. Пейдж там падает. Группы. Дрэга. Еще и Лу можно разрезать. Перфектикс сразу же убегает. Резает еще и Лу. И уже втроем будут против игроков команды. Апекс отыгрывает. Там тем временем Этигеты. Дают два нока по Team Liquid. Ибитс и Джимс. Есть ответная от Клиба по Tender Lost. И Хьюз выпрыгивает. Против Клиба будет играть, по-моему, с Лефом. Должен выходить забирать. Что? Не получилось. Отличный размен. Здесь на самом деле очень много Ликвидов опустили в нокаут игроки команды Этигет. Ну и правда остается один последний Куитпа. Да, один в один ситуация в Эксе. Перфектикса. Нока. Этимси. Но Лу все-таки останавливает последнего игрока команды Апекс. Ну и Понтиков чуть-чуть-то подзанесли. Пытается как-то через флешки здесь разыгрывать Мэкси. И будет заходить. Мер тем временем умирает. Последние атлетики отправляются у нас в лобби. Торнадо Энерджи с ними справляются. Это 14-я строчка для них. Как же это было опасно. Просто выглядывает, а там голова зацеленная сидит. Да, тяжело. Ну и Фьюзо, Фьюзо может законтролировать Мэкси, но уходит дальше. Да, и Ликвиды все остальные ползают. Ликвиды не может. Мэкси нормально попробует разрезать своего тиммейта. Зона тем временем уходит на позиции авторальт. Прилетают тут не очень приятные молики. Ну и нужно отхиляться и попробовать может быть поднять. ТСМы сюда приезжают. ТСМы едут в гости. Где мафиози? Доставай свои Томмиганы и врывайся. В общем... Так там Томмиган, Двоюмпа и Вектор. Тупо унижали, те приехали. Да, но сейчас, прикиньте, Ибицы Лохоповы, Джимс Лохоповы. Сейчас повытекают последние игроки. Ой, хорошо-то как? Куетпа подставился, Мэкси сработал. Правда, много урона получил. У него третья бронька и третья голова. А вот тебе и мафиози. Пекс добирает куетпа. Там еще ХАЕшка от Мирки прилетают. Либо забирают, остаются Тендерлот с Мэкси. По одному из игроков команды. И Тигет и Тим Ликвид. Ну и бегут сюда ТСМ. И естественно с ППшками. Очень приятно на таком расстоянии воевать. Мэкси Зор там тем временем дал ног по Лу. Расплитаны. Но на лазь на самом деле. Перфектикс только-только выезжает из яхт-клуба. Лу уже был наверху. На скале Испайра с разворота уходит все-таки. В сейв. Не хочет подставляться. Лу добирает Кембо. Так, ну у нас Кембо немножко загуливает на самом деле. Он не в зоне. В амбарниках находятся его тиммейты. Поехали на Нотен Лайтс. В деревях будут? Нет, они выше. Они на гору Молдова направляются. Мэкси. Да, продолжается здесь фальт в ППшек и перестреливает. Здесь Мэкси все-таки игрока команды ТСМ. Но от Варда прилетает Хаешка. И что у нас? Тендер Вост? А его увидят, по-моему, в окошко. Нет? Не увидел Мирокью? Нет, не увидел, видимо, Тендер Вост. И могут сейчас потерять его вообще. Парни из ТСМ. Обрати внимание, куда Нотен Лайтс у нас заезжает. Позиция очень не самая комфортная, конечно же, для них будет. Впереди к ним направятся путешествовать. Нейлап тоже с юмпом. Нейлап, да. Здесь, конечно же, огорчает игрок команды Торнадо Энерджи. Еще там подкинул сюрприз. Но тут работают у нас и ЮБЕшные СЛРы. Хорошо здесь получилось пострелять еще одному. Команда Редлайн. Прилетает финишная ХАЕшка минус Мэлман. Ну и что у нас по Торнадо Энерджи? Ни Али, они к визе, не могут помогать своим тиммейтам. Они в другом кемпе. Да, экзампл отобирают с Вектора. Слушай, как же не везет Торнадо Энерджи. В прошлой игре двоих с этого... С Томмигана забрали. Сейчас с Вектора, с Юмпа. Вот как все начиналось! Какой же паркур, Петрович, здесь случился! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, тачка крутилась так, что... Не знаю, очки стильные. Максимум, наверное, за весь турнир получает у нас как раз-таки команда Апекс. Но это, к сожалению, не помогает ребятушкам попадать в топ-16. Заканчиваются Апексы на предпоследней карте. И все ближе и ближе Винстриг к своему уверенному проходу уже с 16-й позиции. Они там уже и байстендерс догоняют, на самом деле. Они могут еще и пинг-пони обогнать, которые не играют сегодня. ТСМ-ы вчетвером двигаются. Просто все будки, видимо, решили проверить. Но будку, в которой находится Тендерлост, пока не зачекали. Но вот в ее сторону бежит вард. Нет, все-таки в Китка заходит. Да, и что же будут ТСМ-ы делать против Тендерлоста? А, ничего, они просто с разворота уходят. Нужно заходить в зону. Единственное, что на дистанцию... Да, есть девайсы, есть СЛР-ки, есть менишки. Все-таки не пренебрегают они нормальными девайсами. И у нас Northern Lights делают ход конем, просто заезжают в складочки под гору Молодого. При том, что еще там насигналят, нашумев, будут расставлять для себя транспорт. Но мы помним, как на днях здесь происходила жизнь для данного коллектива. И это было не очень все хорошо. Аэро находит... Алло, что такое под эти юмпы подставляется? Да, еще и достреляют. Но фикс там в 3x или в 4x, по-моему, стреляют вообще с юмпа. Поэтому на таком расстоянии, в принципе, нормально контролировать. Единственное, как оно высадил. Это, конечно, интересно. Айра, юмп. Ну и к визе нужно унижать. Там размены ногами. Ну да, там размены ногами прилетают. Очень неприятные уроны будут зажимать здесь. Да, ну в ССЛР-ке все-таки дострелял в фикс. Стрелял в арт из... Из Томмигана. У нас там размен по ногам был у Автор Альфа Винстрик. Разрисает как-то своего тиммейта. Уся, он достался уже Винстриком. А, достался? Все-таки достреляли? Да, да. Ого, тут еще и бизон у нас включается. Даешь, молодежь. Нормально, а магия заканчивается. Что происходит? В натуре какой-то вот офикс происходит. С ппхами фанится уже сразу несколько коллективов. Понимают, ребята, что... Ну, да. Здесь, как говорили, да, проходят... У нас диетов, кстати, забирают игроки команды Винстрик. Неплохо. Это хорошо. Потики зарабатываются. Говорят, что первое, что 16-ое место, все одинаково проходят. Как бы это уже не важно. До гранд-финала. Перфект их спадает от флейми. Айва с этим временем добирает у нас вард. Вандер нокает Айра. Неприятная история все-таки случается для Вандер. Фексовый нокал тут же собрал. Сдела подбирает вард. Ну, это минус. Ну, продолжают в инстрике, на самом деле, идти в сторону Ти-Сэмов. Там Айра в ноке, у Айра второй нок. И спасти его вряд ли уже получится. Вард там еще и кмар в контроле. Телет сейчас пострелял и, да, спалил свою позицию. Кемба забирает варда. Там еще и Нотун Лайц, по-моему, сейчас нас покинут. Полетает Рустан Март просто на Юри Боя. Но Тигзу разменял, так же добирает его сразу же. Крис Мейтсен и нокает забирают еще и его. Беста тем временем. Дэднок Побиме сразу же добрал тоже поинтом. Ну, и остаются у нас три игрока. Энц против Кобрис анонимом воевать здесь в БТРах. А Марва вроде как простили, да, винстрике? Очень мало у него хиллспоинтов, но не достреляли. Да, видать, что-то помешало молодым ребятам дострелять все-таки Марва. Ну, и Синечка скоро у нас будет двигаться. Новый прок мы с вами увидели. Траншеи все еще в зоне. Триста третий. В количестве двух игроков будут продолжать битву против игроков команды Энц. Которых на один ствол больше. Но по раскидке я так чувствую, там ни у одной, ни у другой команды ничего нет достойного. Хотя бы смоки остаются. Чисто может быть на проход какой-то дальнейший. Тут Оранж разогревает Хаешку. Продолжается противостояние игроков команды Нату Свинцера против Байстендерса. Неплохая Хаешка. Там достаточно много оторвалось хитпоинтов от Йеллоу. Но смоки его закрывают. Соответственно, там же Флэйми открылся. Ну и понимает Сеня, что нужно аккуратно здесь разыгрывать. Самому не подставиться. Плюс еще нет понимания инфы по соседям, которые могут находиться выше. И не дай бог перевалятся просто. Так, Нату Свинцера на голову. Ну и уезжают Байстендерс. Прочекивает Оранжи до конца. Да, полагают они Байстендерс. Что творят эти парни? Теперь Марф Нокойт тут же забирает Макси Зора. Будет теперь расстреливать он Кембо, но кем бы успел уйти. Да, кем бы последний представитель команды Винстрик. Нужно ему, простите, как-то пробираться в зону. А есть ли по нему инфа или нет? Сейчас мы посмотрим. Там уже полетели мемасики, собственно, с Вардом и Томми Ганом. Все вот эти старые фоточки. Старинные фотографии, когда Томми Ган был актуальным оружием. МРЛ с подставленным лицом Варда. Так, Энс. Продолжают у нас проходить в позиции 303-х. Там, кстати, Байстендерс идёт в Гарике и вообще могут не дать перейти парням из Энс. Но здесь отличный нока Торранжа. Прилетела сразу же Хаешка, подъезжает сюда ещё и Сеня вместе с Табом. И Хаешка не долетает, но вот от Сени с Табом, скорее всего, Хаешки долетят. Бам! Хорош! Ещё и автомобилем там придавило в итоге. Минус Кьёрт, минус Йеллоу для Нави. Да, взорвалось так взорвалось. Отлично бесово, я ещё вместе со своими тиммейтами раскидал здесь Хае. Ну и что у нас, дорогие друзья, последнее остаётся Флеймин. Для него Гарик и ждём, очень ждём закрытия этого белого круга. Сенечка подходит. Марф, кстати, с МК-14 ЕБР. Это будет больно по тем, по кому он будет работать. Ну и здесь на поздних тайминках выходят за Кембо и, в принципе, смещаются вову сторону. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Максимально аккуратно нужно быть в Кембо. Втроём двигаются игроки команды Авторальт. Уже заряжается раскидка. Да, раскидка есть. Тут могут быстрее Марву забрать. Кембо перестреливает двоих. Ух, чуть-чуть не хватило на самом деле, чтобы ещё и Грэга перестрелять. Кембо мог здесь хайлайт, хайлайт ещё просто показать. По Марву накидывает. Нави продолжают, но всё ещё живёт игрок команды Redline. Правда, сейчас выйдет на Авторальт, и если он... Нет, он становился. У Вектори Х6. Лэви срабатывает по Тиксу, сам горит, правда. Тиксу хорошо к нему подошёл. Молотов. Да, Молотов. Разресывается у нас игроки Авторальт, но там Марвс Х6 лежит. На Вектори. Какими девятками? Нас метров сто плеваться. Чисто убийство. Тиксу достаётся без толчи, достреливает, кстати, да, третьего игрока команды Энс. У нас игрок команды Натус Винсера, ну и Навид доигрывает каждую карту максимально аккуратно. Плюс мы видели топчик при подобной зоне для Навид. Правильно, вот вчера. Да, Марвс ходит в позиции к Авторальт. Так, у него, кстати, нету экстендода на Векторе. 19 патронов всего лишь. Раз, два, три. У этого уже нормально накидали. Беста в Ноке, оказывается, этап раскидывает смоки. Ну и что, Марв? Мой выход. Шарелка! Он всех убил! Что это? Марв, какой же жёсткий. 19 пуль на двоих. Ну ладно, там, может быть, поломанные броники, но это вектор. Тут последний мой... Нет, с разменом всё происходит. Аноним всё-таки падает. Диггери его отправляют в Нок, но с Куики упал до этого от Анонима. Ну и что, Кобри? Кобри последний остаётся против Диггери. Должен как-то воевать. Не видит. Не видит он Диггери. Ну и нужно раскидочку давать. Ой, хорошо здесь реагирует Диггери на противника. Ну и поднимать пока что тиммейта. Что там было? Надо с Винсера готовиться... Конечно, в момент жёсткий хайлайт. Действительно, как Марв сейчас разобрался с Афтеральт. Я думаю, что там не ожидали такого парня из СНГ. Ну и что, Оранж перебегает к Гарику, который совсем на краю зоны находится, но со второго этажа... А вот, передумал. На первый этаж заходить с Данц, все-таки есть возможность там пострелять. Сейчас игрок команды Энс даже выходит под прямой обстрел, но нет, Оранж решает. Спину Диггери увидел и до свидания. Там прилетает отбедствующая Молик, сжигает одного из игроков Энс, и в итоге Оранж дорабатывает. Последнего. Очередная победа для Na'Vi. Слушай, Na'Vi рекорды, по-моему, ставят по победам на этом турнире. Они вчера... Сколько? Две-три выиграли? Три вчера выиграли. Ну, Na'Vi прям очень сильно выглядит. Сейчас. Единственное, конечно, что у нас не очень серьезные отыгрыши здесь от ТСМов и так далее. Диджитал Атлетикс тоже залитает. Подожди, как несерьезный? С девятнадцати пулек он сбривает двоих. И с СЛР-ки. Да, с СЛР-ки он достреливает третьего. Это серьезный отыгрыш. Он просто аннигилировал команду. За сколько? За две с половиной секунды? Там плюс-минус, да, произошло? Выплюнул обойму там за секунду к ЮЕ, и все, и минус два типа. Сбойка. Сумасшедший. Да, конечно, вектор на таком расстоянии ультимативное оружие. Просто скорострельность и ДПС просто бешеный, что он Марф и продемонстрировал сейчас. Там, конечно, не фулл-хп были, автор-альты стояли очень рядом, но, тем не менее, как бы не всегда мы видим Сберила, что так вот двух игроков очень быстро сбривает. Да, смотрим, как этот пуш, кстати, здесь был организован пуллапами, позиций, в которых уже находились Винстрики. Ну, вот этот момент мы уже видели, да, с гранатками. Вандер, получается, три килла. Лично себе три килла в копилку оформил в этой приемочке. Да, красиво. Ну, это, конечно, тоже невероятный хайлайт. Сложная драка для Нотан Лайт, на самом деле, получилась. По итогу они выиграли, да, втроем остались живы, потеряли только Александра, но достаточно затянутая история была и немножечко нервная, наверное, все-таки. Ну, либо посмеялись парни. Ага, вот как Мэкси это делал. Хорошие хайлайты. Юрий Бой, если прозабрался, на 180 развернулся, мог бы еще и против Тигзу поиграть, на самом деле. Гранаты, конечно, от Спайра не бахают в итоге себя просто. Так Марф еще здесь, да, против Винстрики. Очень, конечно, вектор серьезно выглядит на таких расстояниях. Да, спасибо за вебки, это такие эмоции. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же Авторальд, закрывая эту сторону, не были готовы, что именно здесь окажется сюрприз. Подожди, там почти фу-хп. Нет, там, я думал, что ты не откилился, а там, да, 150 урона влетело просто в секунду. При том, что в первого больше, во второго меньше. Ты видел? В первого он достаточно, ну, задержка была вот, как дольше стрельба по первому, первый выпадает, и все остальные пульки во второго залетают. Ну и что? С шестнадцатого по девятую строчку у нас таблица выглядит так. Три коллектива с нулем, это шестнадцатый пулапа, пятнадцатый Digital Athletics, четырнадцатая Макин Спортс, с единичкой два коллектива, тринадцатый Апекс, двенадцатый Тим Ликвид, с двумя поинтами одиннадцатые Тегеты, с тремя поинтами десятый Бастендерс, и с четырьмя поинтами девятый Торнадо Энерджи. Ну и, собственно, судя по всему, что мы видим, дальше... Ну, Апексы не проходят уже сто процентов, да. С восьмого по первую позицию результаты этого розыгрыша, пять для AfterAlt, но Зенуайдс забирают вместе с тридцать третьими по шесть поинтов, по десять для RedLine и TSM, TSM все на киллах, винстрики двенадцать, одиннадцать киллов, только один плейсмент поинт, четырнадцать для Энс, и победители Нави, шесть киллов, десять поинтов за победу. Есть сравнение с первого и второго места на два килла больше у Энс, но поинтов все равно у Нави больше. Так, а что по дамагу? 953, 1304. Ну, в принципе, все логично здесь произошло. Ну да, Нави до определенного момента вообще особо ни с кем не дрались, соответственно, здесь и не супер большое количество киллов урона, и вот как раз-таки килл топ-5. Топ-5 килл-лидеров у нас по итогу предпоследней карты группового этапа по ГС-3. Первое место для фикса, несмотря на то, что парни рофлят, шесть киллов он оформляет только себе в копилку. Второе место для Вандерр, пять киллов, также второе место с ним разделили Марф, пять киллов, и Тиксу, также пять киллов, ну и Бестолос с четырьмя киллами пятую строчку занимает килл-лидер. Да, так выглядят игроки, нанесшие больше всего урона в этом розыгрыше. Тендерлос на первом месте, дальше идет Марф, Симси из Апикс, хотя не очень хорошая игра для них была, только один поинт они вынесли. Крис Мейзин и Скуйки на пятой позиции. Слушай, вообще игроки, которые у нас Нави с Энс получается разыгрывали в конце, ТСМы там много нанесли, а их по сути не так много, да, вот в килл-лидерах есть Фекс, но в демэш-лидерах нету. Как-то как он вообще, что он там делал, я не понял, ну то есть как они это все как-то происходило. Ровненько весь урон пилили между собой этими ППшками, ну смотри, давай вспомним, да, они приходили, то что я вот помню с определенного момента, они приходили в кемп к Ликвидам и к Этигетам. Этигетам. Там ХАЕшка одного забрала, там с ППшки двоих они забрали еще, или одного. Торнадо они забрали, там фулл ХП ехали парни, ну то есть, ну ладно, в общем это не столь важно, а что у нас на на-на-на, в табличке. 4 у Digital Athletics. Воу-воу-воу. Запотели, ребята, запотели. С двумя победами, с таким раскладом Резерэдж не проходит. Да, к сожалению, это так, но обрати внимание, у нас в Инстрике могут обогнать этим Ликвид с таким раскладом, этим набором поинтов. Мы переживали в начале дня, что вообще был набор поинтов, но от Винстрика сегодня я увижу, мы с тобой увидим такую сумасшедшую циферку по итогу, что все порадуемся. Да, но Апексом уже не догнать 100%. Таких игр мы давно не видели, чтобы 30 плюс поинтов набирать. Поэтому с Апексами мы, я думаю, тоже прощаемся. Да, но дождемся последней карты. Совсем немножечко у нас остается до старта финальной карты. А какое количество у нас уже карт прошло? Я уже совсем запомнил. 35. Сколько у нас? 36. 36-я карта у нас, да, 36-я впереди карта. Ой, ну, 6 дней практически уже подходят к концу группового этапа. И как говорит чатик... Дни уже точно подходят к концу. Да, осталась одна карта. Да, и как говорит чатик, что в групповом этапе неважно, первый ты или 16-й, главное, что ты попадаешь в гранд-финал. И там у тебя уже выпадет шанс побороться за внушительный призовой в 200 тысяч, если я не ошибаюсь. Правильно, у нас будет разделен именно на основные команды с первой по 16-й позиции, учитывая, что по 3200 у нас получают 8 команд, которые не проходят в гранд-финал. И вот вся остальная сумма достается. Арифметик может включить либо открыть сайты, которые показывают сразу кому кто сколько достанется. Ну, по 3200 получают с 24-го по 17-й. 8 команд, да-да-да, последние 8. Да. Эти 8 команд не проходят. А там далее все больше и больше и больше. что-то там по 5 дальше и за первое место 50 тысяч чистые. Трофей достойный борьбы. Да, с призовыми мы разобрались. Интересно, кстати, как с кубками. Кубки делаются? Кто в курсах? А если делаются, то присылают? Кубки там не отправляются случайно к командам. Так, информация пока что отсутствует, но я думаю, мы уже на гранд-финал придем уже подготовленный, да, с ответом на этот вопрос. Ну, по идее, у нас уже три турнира прошло, поэтому пора бы узнать, да. Так, что у нас по победкам вообще, раз уж мы попросили, это Энс без побед находится на восьмой позиции, также у нас Торната Эннерджи еще побед не было и на одиннадцатой позиции находятся, также поинты нормально собирают. Могут, кстати, еще и улучшить свои позиции в итоге в лидерборде. Shift-W одна победка, я думаю, что Энс их могут и обогнать после этого розыгрыша. Долгое они время, да, на втором месте у нас находились, сейчас вот на седьмом в итоге перед последней картой. Ну, можно более-менее оценить, наверное, кондиции коллективов. Нави, конечно, с Нозен Лайтс выглядят очень сильными. Прямо максимально готовыми к этому турниру. Надеюсь, что в гранд-финале это не поменяется. И парни как-то между собой там будут делить победу в этом турнире, еще подтянутся там Торнадо Эннерджи, Винстрики, ну, в общем, вот эта вся история. Подопрут их снизу на пятой позиции пинг-пони, не входить сюда, ребята такие, опа, здесь СНГ, это наша поляна и мы ее, как говорится, жум-жум. Вот, ну, на самом деле, да, действительно хочется увидеть побольше коллективов СНГ в топе, все-таки это наш регион, как бы. СНГ.